Ильичевские новости Ильичевские велосипедисты, ряды которых пополняются с каждым днем, рассказали, где больше всего нужны велопарковки. Представители Одесского областного совета мира договорились с городскими властями о проведении в Ильичевске нескольких мероприятий в рамках фестиваля «Золотая осень» переуроченного Международному дню мира. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі. Інформація, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. На сьогодні українські аграрії намолотили 13,5 млн тонн зерна нового врожаю, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко. Він проінформував, зокрема, що обмолочена площа перевищує 4 млн гектарів. За словами міністра за сприятливих погодних умов, у цьому маркетинговому році Україна може досягнути рекордних обсягів врожаю та експорту сої. «Вступна кампанія в Україні загалом відбувається нормально. Паніки у вишах немає», – проінформував у вівторок на брифінгу міністр освіти та науки Сергій Квіт. За його словами, цьогоріч спостерігається зменшення як кількості абітурієнтів, так і державного замовлення. Але всі провідні виші мають хороші конкурси. Найзатребуванішими, як і в попередні роки, є і те галузі культурологія, історія, право та економічні спеціальності. Невідомий відкрив вогонь в одному з барів у центральній частині Стамбула, убивши працівника бару і поранивши трьох осіб. Інцидент стався рано вранці у вівторок в барі, розташованому в районі Бешиктаж. Чотири людини отримали вогнепальні поранення, після чого вони були доставлені в лікарню. Працівник бару, якому вистрілили в груди, помер у лікарні. Один із потерпілих знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, уточнює видання. Стан двох інших постраждалих оцінюється як хороший. Поліція оточила прилеглу до бару територію для збору доказів. Підозрюваний, який утік з місця злочину, поки знаходиться в розшуку. Нагадаємо, в понеділок невідомий чоловік відкрив стрілянину в центрі Стамбула, поранивши п'ять осіб, у тому числі одного іноземця. Крім того, в цей же день в Туреччині прогримів потужний вибух перед входом в будівлю культурного центру в Суручі. Жертвами теракту стали, за останніми даними, 32 людини. Ще близько ста отримали поранення. З них 29 залишаються в лікарні. У вівторок над посольством Гавани у Вашингтоні підняли кубинський прапор, офіційно відновивши дипломатичні відносини між США та Кубою, заморожені понад півстоліця тому. Держсекретар США Джон Керрі має зустрітися в Держдепартаменті з міністром закордонних справ Куби Бруно Родрігесом, а 14 серпня він планує відвідати Кубу, щоб підняти американський прапор над посольством США в Гавані. Дипломатичні відносини між двома країнами були розгірвані через два роки після Кубинської комуністичної революції 1959 року, унаслідок якої до влади прийшов Фідель Кастро, старший брат чинного президента Рауля Кастро. Голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі і заступник держсекретаря США Білл Браунфілд підписали меморандум. Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook глава Одеської області, Сполучені Штати допоможуть регіону в реформуванні митниці адміністративних послуг і надання безкоштовних юридичних послуг волонтерам. На підписанні першого такого меморандуму на рівні окремо взятого українського регіону були присутні американські поліцейські зі штату Каліфорнія, які тренують новий одеський патруль. Вони кажуть, що Одещина дуже нагадує їм Південну Каліфорнію, зазначив Саакашвілі. Рост цен на коммунальные услуги винуждает людей искать пути для економії расходів. Поэтому накануне отопительного сезона горожане стараются повысить энергоэффективність своего дома или квартиры. Те, кто решил заменить окна, утеплить стены или приобрести твердотопливный котел, могут воспользоваться государственной программой возмещения части кредита на приобретение энергосберегающего оборудования или материалов. Окна в квартире или доме – один из главных путей потери тепла в отопительный период. Поэтому замена старых рам на новые позволяет сбережить до 25% энергии. Установка современных стеклопакетов обойдется в несколько тысяч гривен. В обычной двухкомнатной квартире туда входит кухонное окно, окно в комнату и в другой комнате обычно идет балконный блок, то есть это окно и дверь. Обычные окна где-то будут стоить, размер 1,30 на 1,40, будут стоить где-то в порядке 2,5 тысячи гривен. Балконный блок где-то в районе 3,5 тысячи гривен с работой, с установкой. Итого получается 8,5 тысяч гривен. Это идет стандартная комплектация этих окон. Но при желании, при возможности покупать, можно добавить туда еще другие комплектующие по фурнитуре, по профилю. То есть профиль может быть как трехкамерный, пятикамерный и восьми. Или же в зависимости от стеклопакетов, от фурнитуры. Она может быть немецкого производства, может быть украинская, турецкая. То есть это уже все идет от предпочтений покупателя. Ильичовцы, которые планируют поменять окна или другим способом повысить энергоэффективность своего жилья, могут воспользоваться специальной кредитной программой Ащетбанка, которая предусматривает возмещение части суммы государством. 20%, но не более 5 тысяч гривен государство возмещает на покупку негазовых котлов. 30%, но не более 10 тысяч гривен государство возмещает на покупку оборудования и материалов для утепления. Это могут быть бойлеры, стеклопакеты и так далее. И 40% государство возмещает на утепление домов многоквартирных. То есть это ОСББ. Процентная ставка для всех одинакова. Это 25% годовых. 10% минимальный взнос вкладчик вносит на свой счет. 3% минимальная комиссия для оформления этого кредита. Государство возмещает часть этих средств, я уже говорила, от 20% до 40%. Вся остальная сумма делится на значительный срок, чтобы у вас была возможность вносить максимально допустимую для вас ежемесячную сумму. Минимальная сумма кредита это 1000 гривен, максимальная сумма кредита 50 тысяч гривен. Кредит можно оформить до 36 месяцев. При оформлении кредита открывается текущий счет и возмещение приходит непосредственно на текущий счет человека, который оформил кредит, в счет погашения данной кредитной задолженности. Если есть возможность досрочного погашения данного кредита, можно без всяческих дополнительных комиссий его оплатить в любой день в отделении нашего банка. С перечнем товаров, при приобретении которых можно получить возмещение части суммы кредита, можно ознакомиться на сайте Ощадбанка. Также индивидуальную консультацию по всем волнующим вопросам можно получить непосредственно в отделениях банка. На территории города продолжается капитальный и текущий ремонт наружного освещения. На сегодняшний день сотрудники предприятия «Илкомсвит» выполнили большой объем работ по улице Карла Маркса и 1 мая. В середине июля сотрудники предприятия «Илкомсвит» завершили текущий ремонт линии наружного освещения по улице Карла Маркса на отрезке от 1 мая до Героя Сталинграда. Эта линия была введена в эксплуатацию еще в конце 70-х годов. За длительный срок ее службы кабельная линия пришла в негодность почти на 90%. Установили новые светильники, смонтировали линию новую. Это 545 метров самонесущего изолированного провода. Смонтировали 19 светильников и дополнительно еще установили 6 штук, так чтобы осветить внутриквартальные проезды, детскую площадку. На перекрестках поставили по два светильника. Кроме того, специалисты выполнили ряд работ по установке наружного освещения в Ильичевском экстрим-парке. Здесь сотрудники ЛКМСВИТа установили две железнобетонные опоры и смонтировали три светильника. По словам ильичевских велосипедистов, теперь в экстрим-парке можно кататься даже в ночное время. Раньше в нашем экстрим-парке, в том же самом скейт-парке, тренировки заканчивались буквально, как только садится солнце, и вставало темно, вставало невозможно кататься из-за недостаточности света. Сейчас же там поставили хорошее освещение, и теперь тренировки намного увеличиваются. Им, возможно, появилась возможность такая, что можем кататься до поздна, и даже в темное время суток, за что большое спасибо хотелось бы сказать. Это очень удобно и классно. Одновременно специалисты ЛКМСВИТа ведут капитальный ремонт улицы наружного освещения по нечетной стороне улицы 1-го мая, на отрезке от Александрийской до Ленина. На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. Сейчас мы устанавливаем оголовники, монтируем светильники. Закончить капитальный ремонт наружного освещения по нечетной стороне улицы 1-го мая, на отрезке от Александрийской до Ленина, специалисты планируют до конца июля. По сведениям Центральной санэпидстанции водного транспорта, с 14 по 21 июля в контрольных точках города отобрано 8 проб водопроводной воды, нестандартных не выявлено. Отобрано также 7 проб артизианской воды, из них 4 не соответствовали санитарным нормам. Отобрано 13 проб морской воды, все соответствуют нормам. Обследовано 2 объекта торговли и общественного питания, выявлено 2 нарушения, вынесено 3 предписания. С каждым днем количество велосипедистов в Ильичевске увеличивается, а велопарковок в общественных местах не хватает. Владельцы двухколесного транспорта рассказали, где еще нужны стоянки для велосипедов. Многие жители Ильичевска сегодня используют велосипед для повседневных поездок. Велосипед как вид транспорта очень удобен. На нем можно поехать на работу, на тренировку, за покупками и в гости. Но достигнув цели поездки, велосипедисту нужно припарковать свой двухколесный транспорт, чтобы потом найти его на том же месте в целости и сохранности. Велопарковки нужны для того, чтобы обезопасить велосипедиста и дать ему уверенность в том, что его велосипед будет закреплен в определенном месте и он всегда может вернуться и взять его с собой. Велосипед не автомобиль. Его нельзя запереть, чтобы не угнали. Двухколесный транспорт можно только прикрепить замком к неподвижному предмету. Но часто ничего подходящего поблизости нет. Если нет велопарковки, это создает неудобство для велосипедиста, который хочет отойти по своим делам или заняться какими-то рабочими моментами и оставить велосипед рядом со своим рабочим местом. В Ильичевске на данный момент велопарковки оборудованы возле нескольких супермаркетов. Недавно появилась первая парковка на пляже. Я использую велопарковки возле супермаркета «Таврия В». Мы ее называем «Большая Таврия». Использую велопарковку возле универмага, возле свежей сдобы. И возле копейки я использовал. Весьма удобно, потому что ты когда оставляешь свой велосипед, ты уверен, что никто его не возьмет. Ты его пристегнул, сходил за покупками, вернулся, забрал. Супер. Велосипедисты хотели бы, чтобы в Ильичевске было больше парковок. Больше всего велопарковки нужны возле нашего спорткомплекса. Очень часто ребята приезжают на тренировки на велосипедах. И, к сожалению, негде оставить свой велосипед. Приходится заносить его внутрь, что в принципе не удовлетворяет управление спорткомплекса. Не мешало бы поставить велопарковки на пляжах. Несколько причем. Потому что на велосипеде ездить на море очень удобно. Также очень хорошо поставить велопарковки возле основных бизнес-центров. Множество людей сейчас начали пересаживаться с автомобилей на велосипеды. И это весьма хорошо. Мы переходим на спорт, это неплохо. Также хотелось бы добавить один момент. Желательно поставить над велопарковками видеорегистраторы. Вы знаете прекрасно, что случаются разные ситуации. И также и кражи велосипедов. Чтобы мы могли себя обезопасить от этого. И вовремя увидеть преступника и поймать его. Согласно решению исполнительного комитета Ильичевского горсовета, велопарковки будут оборудованы возле коммунальных предприятий. Стоянка для велосипедистов также появится около здания исполкома. Стоянка для велосипедистов уже не первый год в Одессе проходит фестиваль «Золотая осень», переуроченный Международному дню мира. Традиционно организаторами этого события выступают представители Одесского областного совета мира. В этом году члены совета планируют включить в программу фестиваля несколько мероприятий с участием ильичевцев. Во вторник мэр города Валерий Хмельнюк встретился с представителями Одесского областного совета мира, который возглавляет Тамила Афанасьева. Уже не первый год эта организация проводит в Одессе фестиваль «Золотая осень», посвященный Международному дню мира. В 2015 году члены совета в рамках фестиваля планируют провести в нашем городе несколько мероприятий. Мы приехали в город Ильичевск встретиться с Валерием Хмельнюком, мэром города прекрасного вашего, для того, чтобы наладить тот мировой стержень, то взаимодействие между таким миллионным городом, как Одесса, и таким уважаемым и известным городом на всю Украину, как Ильичевск. Здесь достаточно много всего можно подчеркнуть и в культурном, и в традиционном аспекте. Поэтому мы объединим наше представление о «Золотой осени», которое мы проводили в Одессе. Я думаю, что в конце сентября, с 21-го, когда стартует непосредственно уже День мира, мы начнем эту «Золотую осень» и проведем совместные культурные мероприятия. Программа фестиваля включает в себя несколько ярких событий с участием жителей нашего города. Мы очень хотим представить на суд зрителей ильичевцев наши программы, которые у нас в Одессе уже, они тоже проходили, а сегодня прозвучат и в ваших залах. Это прежде всего очень интересная программа Светланы Павловны Лукиной и Евгения Атарыча Лукашова «Все начинается с любви». Поэтическая музыкальная композиция, прекрасная композиция. Это презентации книг наших известных поэтов, одесситов. Это Измаила Гордона и презентация книги, детской книги, романа «Бродавка». Это выступление хора ильичевцев. Мы хотим подарить эти мероприятия ильичевцам с одной единственной мыслью о мире. По словам членов Президиума Одесского областного совета мира, в нашем городе созданы все условия для проведения таких красочных и светлых праздников. Та дружба, которая уже существует более 15 лет, между областным советом мира, библиотекой Рядченко, детской библиотекой, вот уже несколько, какое-то довольно продолжительное время мы общаемся с хором ветеранов, вот чтобы это получило новое развитие, новый импульс. Главная цель областного совета мира – это мир в собственном сердце, мир в доме, мир в городе. Как мы можем не радоваться? Мы въехали в Ильичевск, он настолько чистый, красивый. Он просто уже заражает своей радостью, светом, солнцем. Люди хотят ехать сюда. Здесь мир, здесь спокойствие, здесь развитие. И мы хотим, чтобы тоже вот это ощущение было у наших людей. План проведения фестиваля «Золотая осень» в нашем городе еще согласовывается. Но нет никаких сомнений в том, что сентябрь в Ильичевске будет насыщен яркими культурными событиями. Завершает выпуск городских новостей спортивная информация. На минувших выходных прошел очередной этап чемпионата города по мини-футболу на Кубок Арсенала. Соревнования проходят на стадионной школы номер один с начала мая. В турнире участвует 12 ильичевских команд. В воскресенье первыми на футбольном поле встретились команды «Глория» и «Арена». Со счетом 7-3 одержала верх «Арена». Победу команде принесли голы Вячеслава и Виталия Коломенчуков, Андрея Медведева, Дмитрия Янцеловского, Алексея Рожка. Следующими на поле вышли команды «Судоремонтник» и «Артинус». Со счетом 7-1 победил «Судоремонтник». Голы забили Владимир Щербаков, Александр Лужанский, Александр Холостенко, Роман Кушнир, Павел Цебенко. Затем началась игра между командами «Портовик» и «Автодор». В первом тайме лидировала команда «Портовик», но во втором команды сравнялись. Игра закончилась счетом 15-15. В завершение воскресных соревнований на поле встретились команды «Бастион» и «Дорожник». Игра закончилась со счетом 8-7. В напряженной борьбе победила команда «Дорожник» благодаря голам Вадима Перуна, Александра Меликесцева и Александра Алексеенко. С учетом результатов последних матчей турнирную таблицу возглавляет команда «Судоремонтник». На втором месте команда «Артинус». Третье место занимает команда «Арсенал». На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. С вами была Мария Грушевая. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok